На площади Ленина впервые залили каток. Коробка размером 30 на 17 метров разместилась прямо у главной ёлки. Светодиодные огни на ней засияют уже в следующую субботу. Вскоре здесь появится звёздное небо и откроется прокат коньков. Выход на лёд бесплатный. После активного отдыха согреться и перекусить горожанам предложат прямо на месте, в специальных новогодних домиках. Блюда белорусской кухни повара приготовят на открытом огне. Кататься, кстати, можно круглосуточно. Если вы новичок, как и я, не оглядывайтесь назад и не смотрите под ноги. Тогда сложнее удерживать равновесие. Плюс, чтобы избежать столкновения, двигайтесь по кругу против часовой стрелки. Но если падение оказалось неизбежным, тогда постарайтесь прижать голову груди, ноги согнуть в коленях и скруглить спину. Каток в парке культуры и отдыха принимает посетителей с 11 утра до 9 вечера. Стоимость 50 копеек за человека. Время при этом не ограничено. Здесь же предлагают прокат инвентаря. 2,50 придется отдать за 60 минут. За 2 часа на рубль больше. Также на территории парка мы расчистили озера, на которых также можно будет покататься на коньках. Но тогда, когда толщина льда составит не менее 12 сантиметров. Прокат работает и на бульваре Приберезенском 33. Коньки здесь дают на сутки. Одни обойдутся в 5,61. Размеры 36 до 46. В наличии есть и лыжи. За них просят рубль 95. График работы с 11 до полседьмого будет день. В субботу с 9 до 16. В воскресенье, понедельник выходной. Всего в городе около 20 площадок, где можно сыграть в хоккей, покататься на коньках. Традиционно подготовлены и три лыжные трассы. В парке культуры и отдыха, в районе санатория имени Ленина и возле Бобруйск-арены. Так что самое время достать с антресоли зимний инвентарь и отправиться на свежий воздух. Главное, чтобы небесная канцелярия не подкачала.